Москва, аэропорт Чкаловский, 8 октября 1996 года. Транспортный самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Аэрофлот» готовится выполнить грузовой коммерческий рейс 9981 по маршруту Москва-Бандер-Сарибе-Гаван с промежуточной посадкой в Турине. Первая часть маршрута Москва-Турин будет перегоночной и самолет полетит пустым, а затем уже в Турине он должен будет забрать груз несколько автомобилей марки «Феррари», которые нужно доставить в Бандер-Сарибе-Гаван. На борт самолета поднимается экипаж в составе 23 человек. В кабине находятся сразу два командира Александр Угрюмов и Алексей Бородаль, и хотя он исполняет обязанности второго пилота, фактически он является командиром экипажа и сидит в левом кресле. Угрюмов значится командиром только по документам. В половине девятого утра диспетчер дает экипажу разрешение на взлет, и самолет «Руслан» отрывается от полосы Чкаловского аэропорта и берет курс на Италию. Весь полет проходит без отклонений, и в 10 часов 25 минут Ан-124 начинает заходить на посадку в Турине. Экипаж осведомлен, что в Турине плохая погода, но авиадиспетчер дает неверную информацию. На самом деле погодные условия в Турине намного хуже. Видимость на полосе составляет полторы тысячи метров в условиях небольшого дождя и низкой облачности. Также пилоты знают и о том, что в связи с ремонтными работами входной торец взлетно-посадочной полосы 36-я аэропорта Турина была уменьшена с 3300 до 2350 метров, то есть входной торец был перенесен на 950 метров далее. Хотя ранее экипаж был уведомлен об укорочении полосы на 1300 метров, а также из-за ремонтных работ курсоглиссадная система работает лишь в режиме курсового маяка. После выхода из облаков самолет проходит торец взлетно-посадочной полосы 36-я раньше, чем ожидал экипаж, и на высоте большей расчетной. Когда самолет приблизился к взлетно-посадочной полосе, Угрюмов увидел, что взлетная полоса короче, чем ожидалось. Из-за этого он начинает нервничать и приказывает Бородаю уходить на второй круг, хотя Бородаю верит, что они смогут посадить самолет. Нет, давай уход на второй круг. Зачем уход? Малый газ. Полагая, что оставшейся длины взлетно-посадочной полосы не хватит для безопасной посадки, второй пилот начинает настаивать на уходе на второй круг, в то время как командир принимает решение садится. Уход на второй круг, смотри. Нет, давай уход на второй круг. Полоса вон там, полоса там вот. Конец полосы видишь? Уход на второй круг. Реверс, хорошо. Скорость, скорость падает. Да нормально все. Самолет со снижением пролетает над взлетно-посадочной полосой. Наконец, Угрюмов переубеждает Бородая, в тот момент, когда между колесами шасси и поверхностью взлетно-посадочной полосы остается не более метра, а до конца полосы, около 1350 метров, садиться в таких условиях смертельно опасно, ведь самолету не хватит дистанции для безопасного торможения и велика угроза выкатывания с разрушительными последствиями. Скорость! Хватит дергать, режим давайте! Режим давайте! Наконец, Бородай, осознав сложившуюся ситуацию, начинает уход на второй круг. Пилоты резко переводят руды всех двигателей во взлетный режим, но обороты не растут. Двигатели не реагируют. Это фатальная ошибка, так как двигателям Д-18Т, чтобы выйти с минимальной тяги до максимума, требуются дополнительные действия. Скорость падает. Нормально все! Скорость! Режим держи! Режим! Режим! Когда Угрюмов понял ошибку, он повторяет всю цепочку действий по увеличению тяги уже правильно. Однако, вследствие конструктивных недостатков, системы управления двигателем, а также резкого перемещения руд двигателя, во взлетный режим выходит всего один двигатель, остальные три не реагируют. Пилоты повторяют процедуру три раза, но все попытки оказываются безрезультатными. Самолет не может набрать высоту, теряя скорость и увеличивая угол атаки. Режим! 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 Скорость падает! В 10 часов 50 минут по местному времени и примерно в одном километре от взлетно-посадочной полосы 36-я самолет Ан-124 «Руслан» задел деревья, затем крышу дома в Сан-Франческо-Аль-Кампо и рухнул на ферму. От удара о землю самолет частично разрушился и загорелся. Были полностью разрушены носовая часть с кабиной пилотов и левое крыло. В авиакатастрофе мгновенно погибли командир Угрюмов и пилот сменного экипажа Олег Припусков. Еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе помощник командира Бородай из-за тяжелых ранений потерял обе ноги. Также на земле погибли два человека – 55-летний фермер Фиоренто Мартинетто и его 59-летняя жена Мария Перука. Еще два человека на земле были ранены. Впоследствии один из них умер в больнице, доведя общее число погибших до пяти человек. Расследованием причин катастрофы самолета «Руслан» занималась комиссия Межгосударственного авиационного комитета. В своем итоговом отчете комиссия пришла к выводу, что катастрофа произошла из-за следующих факторов. Погодные условия были неудовлетворительны, и на момент аварии длина взлетно-посадочной полосы составляла 2350 метров вместо 3300 метров из-за проводимых работ на полосе. А также по этой причине не работала курсоглиссадная система. Хотя пилоты и были предупреждены о том, что экипаж другого самолета, севшего на ту же полосу 11 минутами ранее, установил визуальный контакт с взлетно-посадочной полосой только на высоте 60 метров, пилоты все равно продолжили заход на посадку ниже минимально безопасной высоты, не установив при этом визуальный контакт с землей. У экипажа была плохая координация действий, плохое планирование захода на посадку, невыполнение карты контрольных проверок и неправильное распределение задач. Экипаж не был готов к возможной процедуре ухода на второй круг, о чем свидетельствует запоздалое решение фактического командира экипажа Бородая. После того, как пилоты спохватились, они столкнулись с конструкторской особенностью двигателей Д-18Т из-за резкого перемещения рут в максимальную тягу. Как показало расследование, Алексей Бородай мог посадить самолет и был хорошо подготовлен для выполнения подобного рейса, так как не раз за свою карьеру сталкивался с разными трудностями, но многочисленные ошибки этому помешали. Проблем со взлетно-посадочной полосой могло и не быть вообще, если бы итальянский аэропорт соответствовал стандартам. А что думаете вы, друзья? Обязательно поделитесь своими мыслями в комментариях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok